О нем говорят, предан принципам реалистичного искусства, но он владеет всеми техниками и признается, что все, что задумает, в его руках. Неизгладимое впечатление производит выставка известного художника Петра Стронского. Среди его работ нет проходных, нет для количества. Каждая уникальна и несет в себе новую идею. Замечательное впечатление, очень хорошее от выставки. Школа чувствуется академическое, мастерство художника. Работы есть очень масштабные, храмы, росписи храмов. Это всегда очень ответственная, большая работа, в которой художник готовится много времени. Иконопись – лишь одна из тем, близкая художнику. Она признана во всем мире. Ему принадлежат росписи в Храме Христа Спасителя и другие крупные проекты. Данная тематика стала центровой на выставке. Однако в творчестве художника Стронского интересны и другие жанры. Среди его работ немало пейзажей родной страны. Я очень люблю пейзажи России. Когда я пишу пейзажи России, у меня душа отдыхает. Потому что это такое что-то очень тонкое, очень глубокое и очень близкое нам всем. Его пейзажи целостные, со своей изюминкой и обязательно с натуры. У художника есть целые серии, посвященные Москве и другим русским городам. Возможно, что руки мастера напишут и нашу – Щелковскую землю. Я здесь стал уже постоянным гостем. Мы открывали очень много выставок. И что-то хочется написать именно про город. Я сейчас присматриваюсь к вашим пейзажам, к вашим улочкам. Наверное, что-то получится. Рисунку можно научить каждого в искусстве. А вот видение цвета, цветосилы – это дар Божий. Вот лично меня творчество Стронского удивляет своим непосредственным и глубоким видением цвета и многообразной палитры оттенков. За каждой картиной история, внутренний мир художника. Любимая серия самого автора – портрет отца. К его личности он возвращался много раз в своем творчестве. Один такой портрет висит в Приморском крае, другой – в Пензенском, а третий – здесь, на нашей выставке. Приобщиться к прекрасному и познакомиться с художником пришли районные и городские власти. Среди них заместитель руководителя администрации Никита Никулин и глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин. Милости просим всех щелкаться сюда, познакомиться с творчеством знаменитого художника. Я сейчас с вашим позволением тоже познакомлюсь. Я всех поздравляю с этим событием. Пройти мимо всей этой красоты невозможно. Выставка в Щелковской художественной галерее продлится до 24 апреля. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.